Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас будут свои вопросы, вы можете дозваниваться к нам в студию и задавать специально приглашенным спикерам. Ну что, дорогие гости, давайте начнем наш с вами диалог с вопроса вообще, как на сегодняшний день выстроена работа ДУИС по Мангистауской области и на что сделан именно акцент, какие изменения произошли в уголовной исполнительной системе? Одно из самых больших таких изменений, наверное, которое произошло у нас в уголовной исполнительной системе за последнее время, это наша максимальная открытость и прозрачность нашей системы. В чем она заключается? В том, что мы открыты для каких-либо посещений со стороны общественных наблюдательных комиссий, представителей НПМ, то есть это национальных примитивных механизмов. Также 2 августа 2021 году нашим комитетом УИС города Нур-Султан был заключен меморандум с общественным объединением «Мы против пыток с ее руководителем», которые имеют право беспрепятственно входить в наше учреждение как по заявлениям самих осужденных, так и по заявлениям от родственников и родителей осужденных. Кроме того, мы пытаемся показать, что наши осужденные находятся в местах лишения свободы и к ним не применяются никакие пытки, никакие другие виды, меры, наказания, которые препятствуют законным требованиям. Поэтому в марте месяце на базе учреждения ГМ-172-10 мы проводили день открытых дверей, куда были приглашены родители, то есть это жены, мать, отцы, дети, совершеннолетние, которые могли пообщаться со своими детьми, которые отбывают в данное время наказание или ждут своего наказания. И, конечно, еще данное мероприятие было связано с тем, чтобы показать, что после январских событий, и вы, наверное, знаете, что было очень много написано, что в отношении осужденных примены меры пыток, что бесчеловечное какое-то отношение к ним. Мы просто им показали, чтобы они своими глазами убедились, что их дети действительно отбывают наказание, все в пределах нормы и закона. Это, я думаю, что одна из самых таких важных методов целенаправленности, чтобы показать, что мы открыты для общества и что все у нас в пределах нормы. Солия Муратовна, есть что добавить? Нет, она, получается, у нас система, она открытая, доступная для всех, и каждый может обратиться к заявлению, и она открыта полностью. Спасибо. Давайте поговорим про получение образования осужденным. Это тоже сейчас является одним из таких важных моментов в вашей деятельности. Вот расскажите об этом поподробнее, насколько актуально для них получение образования, будучи не на свободе. Данный вопрос, он очень актуален, потому что вы, наверное, знаете, что вообще у нас в Казахстане идет глобальная модернизация всех систем, и наша пененциальная система не отстает от этого. Поэтому еще в 2020 году вы, наверное, знаете, что наш глава государства дал такое указание, чтобы все граждане Республик Казахстан могли получить образование без либо каких-то препятствий. Поэтому нам поступило указание, что по возможности отработать данный вопрос, и если можно, заключить меморандумы с высшими учебными заведениями, которые находятся у нас на территории Мангеставской области и за пределами нашей области. Ну вот, нами был заключен меморандум. Это в своем понимании и сотрудничестве Каспийским университетом технологии инженеринга имени Есенова, а также с технологическим колледжем имени Тенышпаева. Мы уже должны были собрать списки, чтобы предоставить в обучающие заведения, сколько человек нуждается и хотят получать высшее образование. Также хотели еще свое внимание, ваше внимание, как бы уделить на то, что при получении образования и в конце получения диплома, диплом бы не отличался от диплома гражданского образца. Там нигде бы не указано, что данный человек получил образование, будучи в местах лишения свободы. То есть это нигде не указано. И, наверное, возникает вопрос, какие преподаватели будут преподавать. Это преподаватели вузов, которые обучают в гражданских вузах, и это обучение происходило в дистанционном формате. Для этого нами уже были созданы комнаты специализированные, подключены к компьютеру, чтобы была связь между институтом и нашим пенециарным учреждением. Но, к сожалению, данный вопрос мы сейчас осуществить не смогли, потому что это должно было работать на территории строгого режима, учреждение ГМ-172-6. Но вы сами знаете, что оно пока закрыто. И, к сожалению, никому мы образование дать не смогли. Но желающие были, особенно среди молодого поколения, числа осужденных, потому что, наверное, молодые люди понимали, что их осудили. Им на тот момент было 18 лет, 20 лет. И когда они выйдут, если их еще посадили на достаточно долгий срок, то им уже будет 30-35, и что уже об образовании речи идти не может. Поэтому они как бы пытались хотя бы в местах лишения свободы получить какое-то образование. И мы им в этом не препятствовали. Еще был один такой плюс положительный, что если даже бы осужденного переводили в какую-то другую область, то он бы также продолжал получать образование, не было бы никаких препятствий, или процесс бы не прервался. То есть если вот положено ему учиться 4 года, он бы и учился 4 года. И в конце уже бы получил диплом. Вообще заключенные проявляют активность в обучении, желание? Да, проявляют. Очень много желающих. Даже вот у нас на территории, на базе 69-й была средняя школа, куда приходили учителя, тоже с гражданских вузов. Они работали у нас по 0,5 ставкам. И очень было много желающих, чтобы получить образование. И я могу вам сказать, что вот мы много обучили именно в этой среднем колледже, чтобы они получили среднее образование. Они получили эти корочки. И уже выходя на свободу или переводясь в колонию поселения, они благодаря этим корочкам были трудоустроены. То есть человек с образованием, с корочкой, и даже не имея опыта работы, их принимали на работу. А процесс обучения проходит так же, то есть преподаватель обучает, проходит урок, даёт домашние задания, то есть они всё это выполняют. Да, даже есть экзамены. В 69-й в ГМ-172-6 был специализированный технический колледж, где там в начале учебного года принимались осуществленные в количестве 100 человек. По пяти специальностям они получали образование. Это столярное было, потом повара принимались у нас. Они проходили обучение, проходили практику, потому что у нас было на базе ГМ-172-6, у нас была промышленная зона, где они там проходили практику. И после этого они получали дипломы специально среднего образования. Специальности всё они так же сами выбирают? Сами. То есть вы им предоставляете список, наверное? Там есть лицензированный список, да, вот специализированный технический колледж, он получает лицензии по определённым специальностям, и они выбирают, у них право выбора есть. Ну то есть это никого не принуждают по желанию, кто захочет, тот и обучается, правильно? Да, никого не принуждали, всё по их согласию, всё по их заявлению. И тем более нам институты предлагали тот спектр услуг, которые, например, даже после осуждения, имея судимость, они действительно могут работать по своей профессии. Обучение проходит на платной основе, то есть сами осужденные оплачивают своё обучение, либо же... Ну, к сожалению, мы выходили с просьбой предоставить нам бесплатное обучение, но мы посмотрели, такую возможность мы не нашли, но всё равно нам сделали минимальную оплату, именно как для осужденных. То есть тоже цена была не завышена, наоборот, даже в некоторых вузах занижена, чтобы они могли получить свой спектр услуг. Так, вопрос трудоустройства осуждённых. Ну, по вопросу трудоустройства, это один из самых значимых вопросов, уголовно-исполнительной системы является трудоустройство осуждённых. По прибытию... какой процесс проходит? По прибытию осуждённого в исправительное учреждение он проходит карантин в течение 15 дней. В течение этого карантина сотрудниками этого учреждения изучается личное дело осуждённого. После, получается, когда его трудоустраивают, там учитывается его состояние здоровья, пол, возраст, трудоспособность, специализация. Потом ему предлагают работу объектов, где он трудоустраивается. Мы не трудоустраиваем, не привлекаем к труду. Это инвалидов первой и второй группы, потом пенсионеров, беременных женщин и кормящих матерей. Ну, получается, когда они трудоустраиваются, после этого на этих объектах они получают заработную плату у нас. Заработная плата, согласно Трудового кодекса, не должна быть ни для минимальной заработной платы. Это на сегодняшний день, получается, не ни для 60 тысяч тенге. Я вам процесс, да, скажу, получается. После этого от работодателя, согласно Трудового кодекса статьи 113, получается, елемесячно поступает заработная плата не позднее 10-го числа. С этой заработной платы у нас удерживаются исполнительные листы, возмещение ущерба, за которое они сидят, получается, не менее 50%. Остальная сумма, которая у них остается на личном, на депозитном счете учреждения, они, получается, используют свои нужды или перечисляют родственникам. Собирают ее, вернее, на карточном счету у себя, на своем депозитном счету, либо и делают переводы своим родственникам. Тем самым, получается, он сидит в закрытом учреждении, он работает, и сидя в закрытом учреждении, он помогает своим родственникам. А вот эта практика, она давно именно по трудоустройству? Да, она давно, достаточно давно, но она сейчас, получается, самые основные, когда осудленно трудоустроен, получается, он работает, у него есть стимул, у него день проходит. И он вот, в закрытых учреждениях у нас имеются производственные зоны, а по учреждению ГМ-8, это колония-поселения, они у нас трудоустраиваются в сторонних организациях за пределами учреждений, это имеется в виду по городу Актау. Ирина Александровна, ну, по образованию это же тоже не всегда было, это совсем новая технология, совсем пару лет назад, да? Да, мы заключили меморан в 2021 году, указание, конечно, поступило от президента, то есть не указание, а как предложение, это было у нас в 2020 году, мы сразу же на это предложение отреагировали, то есть не мы, а наш комитет УИЗ, и дальше уже начали отрабатывать данный вопрос, потому что мы поняли, что, в принципе, заинтересованность из числа осужденных есть, и почему бы нам этим не воспользоваться, чтобы помочь людям в дальнейшем. А необходимые книги, тетради, школьные принадлежности, все это представляется? Ну да, она специально закладывается, у нас ежегодно закладываются канцелярские товары, тетради, обучение полностью, потом приобретается за счет учреждения и выдается им бесплатно. Среди специальное они образование получали также бесплатно. Какие профессии актуальны среди заключенных? Среди заключенных на сегодняшний день актуальные профессии, это у нас идут каменщики, плотники, потом повара, потом сварщики очень актуальные идут у нас, потом шви, сейчас в национальном стиле, вот эти вот приданные шьют они очень много у нас. Потом сейчас строители, получается, маляра, поскольку новостройки у нас в Ахтау развивается город у нас. И в связи с этим у нас, получив образование закрытых учреждений, сейчас они этим пользуются. А график работы у них каков? График работы у них до 6 часов, с 8 до 6 часов. С обеденным перерывом, у них, согласно Трудового кодекса, не должно превышать, получается, 40 часов в неделю. 8-часовой график работы. 8-часов, ну как у обычных. Как обычно, да. Выходные тоже? Выходные, да. Суббота, воскресенье, выходные. Учитывая, у некоторых есть 5-дневный график работы, у некоторых есть 6-дневный график работы. Ну тоже это все... В рамках закона. Да, в рамках закона. Мы оговорим это с осужденными, по их заявлениям, что их в субботу будут привлекать к работе работодатель. То есть с нашей стороны нет никаких нарушений. Все по желанию самого осужденного. А по обучению вот график работы, график обучения какой вообще? Ну это уже учителя сами нам предлагают свой график работы, когда им удобно выходить именно на дистанционный формат, и мы уже стараемся пребывание осуждено в местах лишения свободы под их график как бы учитывать, что подстраиваемся. А бывает, что осужденный одновременно может и учиться, и работать? Такое возможно? К сожалению, наверное, так не получится, потому что если обучение высшего заведения или среднеспециального заведения, там вы сами понимаете, например, с утра до вечера или еще как-то, и работодатель не согласится на такие условия, что полдня осужденный работает, полдня обучается. Поэтому либо то, либо... Или другое. Расскажите о психологической помощи осужденных, потому что вот, например, недавно прибывшие туда, вот какая помощь предоставляется для таких? Ну вы, наверное, сами понимаете, что когда человек попадает в места лишения свободы, первое, что он испытывает, это шок, нежелание принять ту ситуацию, в которую он попал. Особенно, знаете, когда вот идет оглашение приговора, то есть когда вот еще идет следствие и тому подобное, человек на что-то надеется, он себя держит в руках. Но когда произошло уже все оглашение приговора, ему уже дали определенный срок, у него, конечно, здесь идет психологический срыв. И, наверное, вы часто слышите, да, что осужденный наносит себе телесные повреждения, не согласен он с тем или иным выводом, там, оглашения, да, или начинает делать попытки суицида. Вот здесь, конечно, сразу же на помощь приходят наши пенициарные психологи. Мы начинаем с ними работать, объяснять, что жизнь на этом не заканчивается, к сожалению, что если ему применили такой срок, значит, он это действительно заслужил, а если он не согласен, то он имеет права на обжалование или на какие-либо другие действия в судебном, в законодательном порядке, что не нужно наносить себе там какие-то либо увечья, что никому пользы он от этого не принесет. И, вы знаете, во многих случаях, наверное, это помогает, потому что практически все люди, попадающие туда, у них идет процесс адаптации. И, к сожалению, если, конечно, наши психологи уже чувствуют, что они не могут помочь, мы вызываем психологов уже со свободы, как можно так сказать, да, так как у нас тоже запрещено очень много меморандумов с общественными организациями. Мы очень тесно работаем с общественной организацией «Рай». Мы работаем с организацией «Мы люди, мы вместе». Вы, наверное, знаете, что в состав их обязательно входят психологи. Они приходят, они работают. Также у нас на полставки работают в учреждении психиатры. То есть если мы видим, что человеку нужен не только психолог, но и психиатр, мы привлекаем психиатров, и уже процесс ведется. Что сказать об обучении наших психологов, то есть насколько они квалифицированы. Все наши психологи, они имеют высшее образование по психологическому направлению. И также ежегодно, два раза в год, а иногда и больше, они выезжают на повышение квалификации в город Султан или в город Алма-Аты. То есть тоже обучение происходит. Стараются, чтобы психологи обладали теми знаниями, которые в наше время сейчас нуждаются. Ну, мы говорили с вами об открытости и доступности, да? А как обстоят дела с проведением культурно-массовых, спортивных мероприятий для осужденных? Ну, здесь у нас вообще проблем никаких не возникает. Потому что, так как вы знаете, что сейчас на территории Мангисталской области очень много всяких различных, то есть общественных организаций, которые желают с нами работать, они сами нам звонят, предлагают свои услуги. Давайте мы вам поможем провести какое-то спортивное мероприятие. Мы всегда согласны. И кроме того, у нас заключен меморандум с управлением культуры, с управлением спорта и физического развития по Мангисталской области. То есть именно вот именно государственными учреждениями мы еще заключили план, где указана дата, когда должно проводиться какое-либо мероприятие. То есть здесь у нас вообще нет никаких проблем. И вы, наверное, видели, что в Инстаграм часто мы публикуем, что мы действительно привлекаем наших осужденных, чтобы отвлечь их от каких-то либо других занятий, мыслей и направить их на положительный путь. А давайте поговорим о правах и обязанностях осужденных. Ну, права и обязанности осужденных, они у нас регламентируются статьями 10 и 11 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан. И, как уже было сказано, Сауля Муратовна, когда осуждены прибывают в исправительные учреждения, им дается такая памятка, где написано их права и обязанности. Кроме того, мы даем им памятку, где написано внутренний распорядок исправительного учреждения. Для чего мы это делаем? Чтобы в дальнейшем не было у нас каких-то конфликтных ситуаций. То есть, как я вам говорила же раньше, что идет восприятие, адаптация. Люди, попавшие в места лишения свободы, не согласны. Мы, например, требуем, чтобы заправка кровати соответствовала нашему приказу, что ранний подъем должен быть. За собой нужно убирать, соблюдать чистоту, порядок своего спального места. И здесь, конечно, возникают конфликтные ситуации между сотрудником, например, и осужденным. И вот мы уже потом поговорим, если это в первый раз происходит, мы ему объясняем. Вот смотри, есть распорядок, у тебя есть памятка, ты подписал, ты знаешь. Как бы уговариваем, везем беседу. Но если уже это происходит систематически, то, конечно, нам уже приходится применять какие-то другие меры взыскания, чтобы осужденный понял, что есть определенная норма, которую нужно соблюдать в местах лишения свободы. Савлия Муратовна, есть что добавить? Нет, у нас, получается, они соблюдаются, все требования. И когда вот трудоустройство, так же бывает, они трудоустраиваются. Но если вдруг нарушают на рабочих объектах, то их также снимают с рабочих объектов. И уже, получается, потом они проходят профилактические беседы с ними, что в предней должно быть нарушение. Но таких особых нет. Но иногда бывает тоже нарушение на рабочих объектах. Уважаемые гости, до конца нашей программы остается совсем немного времени. Давайте подытожим программу. Сейчас вы можете что-нибудь сказать к концу передачи. Ну, что бы мы хотели сказать? Наверное, самое главное, это чтобы наша молодежь старалась все-таки не попадать в места лишения свободы. Как бы мы ни описывали, что у нас там все хорошо, но на свободе лучше. Спасибо. Ну, в первую очередь, как говорится, воспитание, оно начинается с дома, с семьи, воспитания родителей. Сейчас там за колючей проволокой, как говорится, в местах лишения свободной, не так все хорошо. Ну, имею в виду, вот когда ты на свободе, ты свободно перемещаешься, свободно берешься. А там есть ограничения, там есть распорядок дня. Поэтому детей надо воспитывать. Воспитывает школа, воспитывают родители. И сейчас очень много знаний можно получить. А когда вот люди попадают туда, там совсем другая уже жизнь. И поэтому желательно, чтобы воспитывали молодежь. Надо воспитывать молодежь не только вот родителям, но всем воспитывать, общим. Как говорится, чтобы наша республика цвела. И было поменьше осудленных за колючей проволокой. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были гостями в программе «Резонанс». За ваши конкретные вопросы, на мои поставленные вопросы. Я желаю вам всего самого наилучшего. Удачи, терпения вам на работе. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшний эфир программы «Резонанс» подошел к концу. Я вам желаю крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин